Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Федеральное законодательство не требует обязательного согласования и регистрации. Постановление также ограничивало срок установки рекламных конструкций двумя месяцами. При этом специальные комиссии по своему усмотрению могли назначить обследование их технического состояния, а расходы на это покрывали представители бизнес-сообщества. Назорное ведомство направило соответствующее административно-исковое заявление в Верховный суд Республики, но муниципалитет не согласился с решением суда, который удовлетворил требования прокуратуры и обжаловал его вышестоящую инстанцию. Между тем Верховный суд России отклонил доводы администрации УФЭ о наличии у нее права по своему усмотрению разрешать установку вывесок и оставил в силе ранее принятое решение. Башнефть, которая в октябре вошла в состав Роснефти, предоставит материнской компании процентный займ в 50 миллиардов рублей на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов превысит 82 миллиарда. Как сообщалось ранее, 23 декабря Роснефть начнет размещение биржевых облигаций на сумму в 30 миллиардов, ставкой в размере 9,39% годовых. При этом в начале декабря Роснефть уже разместила 10-летние облигации на 600 миллиардов рублей со ставкой по первому купону в 10,1% годовых. Как сообщает ТАСС, средства от размещения выпусков облигаций пойдут на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на четверг, и доллары евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 68 копеек и оценивается в 61 рубль 10 копеек. Европейская подешевела на 59 копеек до 63 рублей 60 копеек. Лучшие обменные курсы на среду – покупка доллара в банке Югра и Запсибкомбанке за 61 рубль ровно, продажи в банке Финам за 61,37. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в социнвестбанке за 63,5 рубля, по продаже в банке Финам за 63,85. Отель «Шаратон Уфа» стал победителем народного голосования «Признание года-2016» по версии канала М-Телевижн в номинации «Лучший отель». Кроме того, победителем в номинации «Премиум ресторан» стал ресторан «Россинский», который также находится в Шаратоне. Подведение итогов народного голосования проводится ежегодно. В этом году участвовали 90 тысяч человек. Победители определяли в 25 номинациях, а также вручили три специальных приза. Некоторые аналитики высказывали предположение, что с завершением саммитов «Шоссе-Брикс» в прошлом году, перед которыми и строились многие объекты в столице республики, отели будут иметь проблемы с заполняемостью. «Шаратон Уфа», по словам руководства, этого на себе не почувствовал. Сейчас услугами отеля все больше интересуются компании федерального уровня. К тому же это единственный пятизвездник плюс к бизнес-имиджу региона в целом. Все, что может потребоваться бизнес-путешественнику, мы постарались предугадать, мы постарались продумать, мы постарались обеспечить максимально комфортный режим пребывания. И поэтому я считаю, что то признание, которое получил отель, это, в общем-то, закономерное следствие наших усилий, направленных на поддержание бизнеса. И нам очень приятно, что люди это ценят и голосуют за нас. И о новостях пока все. Далее смотрите программу «Дело». Продолжение следует...